В понедельник на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась премьера документального фильма «Citizen 4» или «Гражданин 4». Под таким псевдонимом Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, вышел на автора фильма Лору Пойтрас с предложением придать огласке секретные данные о правительственной слежке за десятками мировых лидеров и почти полутора миллионами простых американцев. Журналистка и режиссер-документалист Пойтрас, занимавшаяся после терактов 11 сентября расследованиями нарушений спецслужб, также была в списке тех, кто находился под наблюдением АНБ. Вместе с коллегами из газет «Вашингтон-Пост» и «Гардиан» она встретилась со Сноуденом в Гонконге, где провела серию сенсационных интервью. «Мы продолжаем наблюдать, фокусируемся на американцах после 11 сентября, на том, как слежка используется для контроля населения, на том, как война против террора возвращается в США». Дальнейшие события, запечатлённые режиссёром в духе синема Верите, по накалу страстей не уступают голливудским шпионским триллерам. Международный скандал, аннулирование американского паспорта, бегство в Россию, недельное заточение в аэропорту и многое другое. Разоблачитель секретов спецслужб и не представлял, через что ему придётся пройти. «Одна из причин, по которым я очень доволен этим фильмом, в том, что сейчас весь мир впервые увидят Эдварда Сноудена таким, каким я знал его последний год. Ответственным, серьёзным, выдающимся, провидцем, который держится в тени и который самостоятельно принял историческое решение без каких-либо юридических консультаций, не зная, какими будут последствия для него самого. Так что для меня было большой честью давать ему советы уже постфактум». Фильм раскрывает и несколько сенсационных фактов. Например, то, что подруга Сноудена, танцовщица Линдси Минс, переехала этим летом к нему в Москву. Или то, что в Агентстве национальной безопасности, согласно информации журналистов, появился ещё один более высокопоставленный источник, готовый придать огласке новые секретные документы.